Здравствуйте! Как известно, 1 апреля 2023 года, уже скоро год будет, после скандальных парламентских выборов проходило заседание несогласных с партификациями на прошедших выборах. Граждане, кандидаты в первую очередь, провели заседание гражданской инициативы парламента. Это было 1 апреля, гостиница «Казахстан». По итогам того мероприятия, ряд спикеров, выступавших на то мероприятие, были привлечены к административной ответственности. Утого около 20 человек привлекалось, части удалось отбиться в связи с грубыми процедурными нарушениями со стороны правоохранительных органов при оформлении протокола. Но в то же время значительная часть была подведена к административному штрафу. До сих пор у некоторых аресты на счетах. Сумма составляла свыше, ну, около 150 тысяч тенге. Даже 170, сообщает. Ну, это с учетом исполненных санкций, которые часы и получили. И я вот, в частности, был также привлечен к административному аресту. На 5 суток был помещен за участие в этом мероприятии. Формулировка правоохранительных органов и судов, которые вносили соответствующие решения, оно основывалось на том, что у них имеется справка из национального реестра бизнес-инвестиционных номеров, которые следуют, что организации, ну, они пишут там, «Халактеп парламент». Это ошибочное название, но в то же время, так или иначе, у них эта справка есть. И вот нас по этой справке привлекали к ответственности, но не зарегистрировано. Как юридическое лицо, ни в каком виде, ни в каком виде, ни в каком виде, ни в каком виде, ни в каком виде. Мы пытались отстоять свое право на мирные собрания, на право на объединение. В судах нам это не удалось сделать. Система отработала четко, кроме указанных моментов, где там грубые нарушения были процедурные. И потом мы, на фоне того, что сразу после этого проводилось заседание, так называемое, «Утоп Кур-Утай», в городе Турхистан, мы задались вопросом, насколько эта организация зарегистрирована. Потому что попытки наши найти информацию в открытых источниках не увенчались успехом. Мы направили официальный запрос, где также уже органы юстиции нам сообщили, что в национальном реестре бизнес-инвенциационных номеров нет такой организации зарегистрирована. Как и под наименованием «Утоп Парламента», точнее «Кур-Утай», и «Национальный Кур-Утай», и «Латинской Транс-Литерации». Такой организации зарегистрирована нет. И на лицо мы видим, что это такой избирательный подход. Это, по сути, является дискриминацией по политическим мотивам, что в нашей конституции запрещено прямо. Получается, одним гражданом можно собираться, проводить публичные мероприятия, и им за это ничего не будет. Мы даже пытались обратить на это внимание генеральную прокуратуру и правоохранительную органу, написали соответствующие заявления, обращения. И они описали, что они не усмаживают это нарушение, потому что это мероприятие возглавлял президенту Каев. И вот мы вспомнили о его выступлении, которое по итогам, к сожалению, кровавых событий, 11 января 2022 года он выступал, вот я его даже процитирую, это размещено на сайте АКУЖА. В частности, Кукаев Касанжимар Тимирев сказал, что «Сложившаяся система ориентирована, главным образом, на основе крупных структур. По принципу, друзьям все, а самим по закону». Получается, все, кто с президентом, с Аккурдой, они могут делать все, что угодно, нарушать закон, а все остальные, кто пытаются реализовать свои конституционные права, они будут привлекаться к ответственности. Вот в этой связи нами подготовлены поднимутся ответствующий административный ИС, потому что, как господин Тукаев обозначил в своем интервью Едиме Казахстана, что весной этого года будет проходить очередное, третье по счету заседание УКР в Крутай, это Атравовская область. И в этой связи мы считаем, чтобы обеспечить равенство, в частности, идеал у нас такой, фермерный нашей Конституции, закреплен, обозначен идеал равенства, а также принцип равенства всех перед законом и судом, тоже также закреплен в нашей Конституции. Они обязаны, во избежание кривотолков дальнейших обвинений, обоснованность нашей страны на данный момент, провести государственную регистрацию этого УКР в Крутай, как организацию, как общественное обвинение. Израильцы, кто будет учредителем гражданин Республики Казахстана, как в любом случае, с фондом народа Казахстана, те, из которых мы потом собирали средства с один из граждан Республики Казахстана Халкана. И тогда вопросы будут сняты. А сейчас, на данный момент, мы считаем, что это группы попирания конституционных принципов, еще это осуществляемо во главе с, также указанным в Конституции, гарантом Конституции, господин Утукаевым на данный момент. Если это будет продолжаться, я не знаю, как эту страну называть. В случае, если нас будут лишать возможности отставить наши права в судебном порядке, мы это тоже прогнозируем. Суды будут пытаться вернуть наши иски, якобы из-за абсурдовского основания для рассмотрения, неподсудностью этих дел. Мы будем, соответственно, дальше продвигаться до международных конституций. А так, мы настоятельно администрации президента, Министерства культуры и информации, который является рабочим органом Утукаевым на Утукуру-Утай, чтобы они провели государственную регистрацию этой организации. Как бы, я считаю, что это абсолютно соответствует наше требование Конституции, прежде всего, в законной республике Казахстана. Хотел бы предоставить слово Мажорка Сеной, которую она будет представлять, мои интересы в данном процессе. У нее есть соответствующая уверенность, и она прямо и четко знает, ее семья лично столкнулась с аналогичным прикосновением. Все знаете, да, разбегана, совсем воровая, он так же привлекался к административной ответственности и платил штраф. Не только семья, а все соратники наши, да? Там, все соратники, я не могу говорить, мне непосредственность... он даже не может речь. Погукаем такси, потому что я не могу doute счастлив, Т Rug, uksboy, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...